Большинство людей, обращаясь в Центр занятости населения, действительно не имеют дохода и ищут работу. Однако в практике работы службы занятости нередки случаи предоставления гражданами недостоверных сведений о себе, сокрытие факта трудоустройства или других обстоятельств, влияющих на размер, продолжительность выплаты пособия по безработице или возможность его назначения. Важно знать, что эти действия влекут за собой административную ответственность в виде штрафа до 120 тысяч рублей и даже уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы. К основным случаям получения пособия по безработице обманным путем относится предоставление справки с завышенным средним заработком, сокрытие факта занятости при постановке на учет, либо в период получения пособия, предоставление поддельных документов, сокрытие факта назначения пенсии, обучения в вочной форме. К тому же отдельные категории граждан не могут быть признаны безработными и, соответственно, не имеют права на получение пособия по безработице. Таким признаются работающие по трудовому договору, включая сезонные временные работы, индивидуальные предприниматели, занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам, выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, предметами которых являются выполнение работы и оказание услуг, избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность, обучающиеся по очной форме обучения, временно отсутствующие на рабочем месте, являющиеся учредителями, участниками организации, являющиеся членами крестьянского фермерского хозяйства, являющиеся получателями трудовой пенсии по старости, осужденные решением суда к исправительным работам или лишению свободы. Следует отметить, что обнаружение фактов незаконного получения пособия и злоупотребления официальным статусом безработного может происходить на любом из этапов постановки на учет, а также в течение всего периода безработицы. При установлении обмана выплаты прекращаются с одновременным снятием гражданина с учета в качестве безработного и последующим его привлечением к ответственности с взысканием сумм незаконно полученного пособия. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов для рубрики «В рамках закона».